Итак, дорогие наши зрители, мы с вами в студии программы подробностей, Елена Ивановна Буняшина. Здравствуйте, рад вас здесь видеть и приветствовать. Здравствуйте. Итак, Елена Ивановна, к вам вопрос к человеку, который только что из праздника вышел в суровые будни, как министра образования. Начался новый учебный год, с чем мы вас, естественно, и поздравляем. Во-первых, в строках, ну а во-вторых, вопрос такой, как Рязань, Рязанская область вошла в этот новый учебный год. Все ли было нормально, все ли хорошо? Вы знаете, уже который год мы очень благодарны, что большое внимание правительства Рязанской области, правительства Российской Федерации уделяется подготовке наших образовательных учреждений к новому учебному году. Это было три года модернизации общего образования. Мы смогли превратить, ну, конечно, хотелось бы все школы, но, понимаем, пока еще невозможно, и обновили очень серьезные и внешние, и внутренние, и по содержанию, приобретение аппаратуры современной, и классы, и так далее, спортивные залы. Вот, и второй год идет модернизация дошкольного образования, поэтому в этом году тоже, как никогда, благодаря усилиям правительства Рязанской области, муниципалитетам, что мы благодаря глав муниципальных образований, спонсоров и надежных партнеров, которые тоже помогали в этом году, более, ну, почти 380 миллионов было направлено на образовательную организацию подготовку к первому сентября, поэтому для нас это перманентное состояние, мы работали все лет все вместе, и для того, чтобы первого сентября образовательные организации распахнули свои двери, обновились, и смогли встретить наших ребят. Конечно же, это вот, как я сказала, материально-техническое обеспечение, это система безопасности, и пожарная, и электробезопасность, поэтому вы знаете, что за последние годы особое внимание это выделяется, безопасности, да, наших учреждений. Хотела сказать, это и закупка учебников, для того, чтобы дети получили бесплатные учебники, это достаточно большие, очень большие тоже средства идут. Это и оборудование медицинских кабинетов по новым требованиям, то есть спектр очень большой. Это и вновь новые педагоги в нашей образовательной организации, которых мы очень ждем с каждым годом. Более 100 молодых педагогов пришло в нашу образовательную организацию, что нас очень радует. Неплохо очень, да. Ну, неплохо, но для восполнения нам нужно, чтобы каждый год, ну, минимум, наверное, 200, поэтому мы сегодня очень плотно сейчас работаем с нашими педагогическими образовательными, профессиональными организациями образовательными. Поэтому спектр очень широкий, и мы все очень рады, что 1 сентября дети, мы надеемся, соскучились по своим школам, пришли школам, техникумам, вузам, встретили своих друзей, встретили педагогов. Ну, и вот эта неделя, такое настрое, уже на работу. Да, такая вводная неделя, а не там все пока, школа, вспоминаешь. Да, мы рады, что мы снова, у нас в этом году новая школа введена в село Резной Михайловского района, 160 мест, шикарно, и с бассейном, да, с бассейном. И с общежитием для ребят, потому что есть дальние, на дальние расстояния, и родители очень благодарны правительству, губернатору Олегу Ивановичу за вот такую возможность. И сейчас детские сады мы достраиваем, тоже очень важны, поэтому такое напряженное, как всегда, и лето было. Вот, и надеемся, что и дальше мы будем обновлять наши образовательные организации, обеспечивать их безопасность, потому что вопросы еще, конечно же, есть определенные. Будем работать дальше. Да, но, как говорится, слава богу, лето закончилось, потому что люди-то думают, ну, так кто не в курсе, что, а, летом все равно там педагоги, образование отдыхают, у них каникулы большие. Да лето – это такая горячая пора, там ни с какой, наверное, жатвой, пахтой и прочими летними работами не сравнишь. Нет, ну, мы не сравниваем, и одно, и другое обязательно нужно. Обязательно. Ну, хорошо, что вот так вот с такими показателями, я бы так сказал, из лета удалось войти вот в эту осень, с чем, опять-таки, вас поздравляю, потому что цифры действительно хорошие. Да вы сами несколько раз уже успели снять, как открываются и новые группы в детских садах, ну, и как в школах там дела обстоят и так далее. Ну, вот этот год особенно, мы тоже подчеркиваем в своих программах, он особенный у нас в России, наверное, во все еще, потому что научники, беженцы с Украины к нам приходят. Это тоже очень большой вопрос. Их обеспечение, их устройство в школы, там, малыши и детские сады, их учебники, их адаптация с точки зрения языка и программ. Тоже вот здесь, как у нас обстоят дела вот в целом? Ну, сегодня на территории Рязанской области детей от 7 до 17 лет, это школьный возраст, находится почти 700 человек, 645 пока, ну, тут меняются цифры. На сегодня в образовательных организациях общего образования 604 ребенка уже находятся. Все приняли ребят, понимая, что программы образовательные, конечно же, разнятся в разных странах. Поэтому уже с 1 августа у нас работали во всех муниципальных образованиях конституционные пункты, ими смогли воспользоваться, и желали родители, и дети уже 147 человек, они продолжают работать. Ну, понятно, что мы, какая помощь оказалась в этих пунктах, мониторили, смотрели, на каком уровне тот или иной ребенок в системе образования Российской Федерации, как обстоят дела с русским языком, что очень важно. И психологи работали и работают. Поэтому на сегодня мы создали такой штаб, понимаем, что для всех, для нас, как и для наших вынужденных переселенцев с Украины, так и для рязанцев, и для педагогических коллективов, и для детских, вопрос, он, может быть, и не новый, всегда приходят в тот или иной класс новички. А тут большими даже группами, скажем так, есть немало в одной школе, вот у нас 32-й в городе Рязани, в поселке Салуча. Поэтому сегодня активно работает одна сторона, это адаптация к программам, педагоги, с педагогами наши специалисты работают, Институт развития и образования, Рязанского государственного университета. Вторая часть – это работа психологов. Это будет на протяжении, я думаю, большого периода жизни. Если здесь останутся жить, значит, конечно же, немало придется поработать психологом, особенно с детьми, потому что то, что они пережили, это в память сильно входит. Входит, и очень сложно потихоньку приходится психологам вытаскивать. Поэтому психологи постоянно работают как и в пунктах временного размещения, так и в наших образовательных организациях. Но у нас не только в школах, у нас и в техникумах ребята пошли в наш учиться. И в вузы пошли. Да, 4 человек и в вузы, 17 человек пошли. Но это в вузы пошли практически с первого курса. В техникум здесь есть тоже у нас ребята, которые уже учились, есть, которые только поступили, есть, которые уже почти заканчивали. Поэтому тут идет у нас градация работы с ними. Да, с ними, тем более, что среднеспециальные, это все-таки, может быть, чуть и полегче, потому что здесь навыки практически очень важны. Поэтому, наверное, если это последний курс, то у ребят уже у них есть определенные навыки. Может быть, тут даже нам и легче. Ну и дошколята. Дошколята, 265 дошколят у нас сейчас, 107 детей уже до школы учреждения ходят. Они все в соответствии с законом Российской Федерации и Рязанской области, точно так же, как все наши жители Рязанской области. Поэтому, насколько есть очередь, ну, в смысле, возможности, все ответственности, все идет в плановом порядке. И, конечно же, это возможность, чтобы родители пошли работу. Ну, понимаем, да? Вот, поэтому система образования Рязанской области, как и во всех регионах, где сегодня у нас есть люди с Украины, работаем, надеемся, будем друг другом опытом обмениваться. Этот вопрос тоже стоит на контроле губернатора Олега Ивановича. И правительство Российской Федерации и Министерства образования тоже проводит постоянный мониторинг и оказывает такую оперативную помощь для решения вопросов. Потому что, понимаете, что особенно профессиональное образование – это некие юридические, много юридических, пока непонятных взаимоотношений. Потому что ребята приехали без документов, бежали ни у кого с собой, у некоторых. Ну, вот кто-то, может, взял зачетную книжку, успел там. Ну, наверное, не до этого. Во многих случаях не до этого даже было. И даст Бог, как говорится. Большое спасибо вам. Всем зрителям я напомню, вы смотрели информационно-аналитическую программу телекомпании «Город. Подробности». Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова